Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем катать мобильные игры, и сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Near Escape. Азиатская воксельная выживалка. Тут, смотрите, дождик сразу идёт, можем немного пройтись. Мы, похоже, с вами очухались только что. Посмотрите, пятно крови также имеется. Видимо, разбили себе башку или что-то вроде того. И хмурое лицо нашего персонажа теперь предстоит перед нами. Итак, давайте же разбираться. Есть у нас три шкалы. Это, собственно, жизнь. Дальше потребности в еде и воде. А вот третья шкала, я не знаю, что это такое, друзья. Ё-моё, тут даже, смотрите, молния есть. Так, ладно, давайте не будем стоять на месте. Мы также можем тут бегать. Вот таким вот образом, нажав на кнопочку. Давайте осмотримся здесь, может, найдём какой-нибудь лут. Я надеюсь, меня за три секунды сейчас не сожрут. Велик какой-то на помойке валяется. Так, сюда зайти нельзя. Ну ладно, давайте по дороге, собственно, идти. Так, вот и первый наш предмет. Это бутылочка с водой. Отлично, хоть что-то. Водичка. Так, инвентарь у нас имеется. 11 слотов всего лишь. Подбираем водичку. И теперь вот она у нас появилась в инвентаре. Можем её выкинуть, можем использовать. 400 грамм, кстати, весит водичка. Так, ладно, пить пока мы не будем. Мы особо пить не хотим. И есть тоже. По-моему, мы то ли промокли, то ли ещё и замёрзли вдобавок. Так что нужно всё-таки поспешить. Не находиться на одном месте. Так, куда-нибудь вообще пройти можно? Честно говоря, я не вижу никакого прохода. Может, вот сюда вот. Вот, кстати, медицинская какая-то палаточка. Но, к сожалению, внутри заглянуть не могу. Здесь... А, здесь можно обойти вроде как. Какие-то военные, смотрите, мёртвые уже. Возможно, кровь свежая. Но, я так понимаю, погибли они как раз-то из-за столкновения. Их не сожрали зомбаки какие-нибудь или монстры. Так, в общем, стартовая обучающая локация. Так, вот. Вот это подгончик, друзья, от военных. Давайте всё это собирать. Пистолет. Мы, кстати, смотрите, можем в стойку встать и уже махаться с помощью кулаков. Так, ну, нам сначала нужно забрать всё-таки пистолет. Также тут патроны. И аптечка первой помощи, кстати, по всему. Давайте посмотрим. Целый кейс, смотрите. Есть шприцы у нас, которые хиляют. И также большая вот такая вот аптечка. Так, забираем мы это всё. Взять всё. Сразу имеется кнопочка. Все два шприца и одну аптечку. Так, ну, неплохой подгон вначале. Так, вопрос такой. Как вооружиться, собственно? У нас есть пистолет. Видимо, нужно открыть инвентарь. Да. И вот в основной слот вставить пистолет. А во второстепенном у нас будут кулаки, судя по всему. Да, смотрите, мы можем переключаться. Так, окей, 12 патронов есть, 7 в магазине. Нормально. Выживать можно, друзья. Вон, смотрите, сколько трупов. Так, что-то... Что-то я жёстко захотел пить. Что случилось? Я в какую-то зону зашёл. Видимо, какая-то заражённая зона, судя по вот этим вот зелёным точкам. Там снова мертвяк какой-то. Да, вот эти вот заражённые зоны, смотрите. Так. Это у нас что такое? Это у нас спуск вниз. У нас также имеется фонарик, смотрите. О, да тут куча лута. Блин, опять эти заражённые ссанные зоны. Мы также можем выключить фонарь. Не знаю, батарейки бесконечные или нет. Давайте пока здесь полутаемся, посмотрим, что в этом ящике, например. Так, молоточек тут имеется. И также патроны. Это может пригодиться. Возьмём сразу все. Пока что у нас куча места в инвентаре. Блин, и как-то надо забежать, наверное, в эту зону. Быстро схватить аптечку и отбежать обратно, пока я не сдох. Так, ну-ка, хватай быстрее, братан. Да, всё, отлично, друзья. Нормально. Энергетический батончик здесь валяется. Собственно, вот такой вот небольшой подвальчик. Так, ещё можно обыскать здесь, по-моему, что-то. В этом шкафчике. Бинт. Имеется тут бинт. Тоже его забираем. Ну и теперь мы полностью практически укомплектованы. Больше здесь, наверное, ничего и нет. Можно нажимать постоянно кнопочку поиска, но персонаж наш сообщает, что здесь нихера нет. Ничего интересного. Можем снова открыть этот ящик. Кстати, туда можно что-то сложить. Но, естественно, мы этого делать не будем. На самом деле, неплохое место, где можно будет укрыться. Если что случится. Я пока с игрой особо не знаком. Может быть, здесь будут нашествия зомбаков или что-то вроде того. Так, давайте всё-таки приготовимся стрелять. Возьмём ствол. А помойку нельзя обыскать? Вот что-то валяется. Такое ощущение, что ключик какой-то. Но нет, подобрать я его не могу. Так, ладно, погнали дальше. Так, а вот и первый наш зомби. Да, ну всё-таки это обучение. Нам должны подсказать, как работать с оружием, с огнестрелом. И как вообще защищать себя. Так, ну чё-то зомби, на самом деле, куда-то совершенно в другую сторону пошёл. Зомбак? Это, по-моему, дама какая-то с розовой прической. Так, ну ладно, давайте попробуем с ней разобраться. Для начала как-нибудь сагрим её. Так, теперь немного отойдём. Нихера себе! Стреляй, братан! Так, надо было сразу, друзья, начинать стрелять. Блин, она даже меня немного закоцала. Я не думал, что столько патронов придётся потратить на одну грёбаную зомбячку. Она даже загорелась. Ну-ка, облутать мы её можем вообще? Заражение же никакого не произойдёт. Да, можем залутать. Смотрите, монетка даже тут есть. Может быть, имеются какие-то торговцы. Так, и патрончики мы тоже это всё забираем. 12 патронов у нас тем временем осталось. В магазине эти 12 пуль уже заряжены. Так, ладно, давайте вооружимся. Будем на этот раз знать, что лучше сразу стрелять, заранее. Тут автонаведение. Так, жизни, стамина. А, жёлтая это стамин, друзья, а не потребность в еде. И пурпурная шкала, насколько я понимаю, это психика. Но это не точно. Если она пустеет, не знаю, что будет. Может, мы сойдём с ума и сдохнем. Так, ладно, окей. Разобрались. Куча зомбаков. Ёп, твою мать. Внезапно, по-моему, сзади. Э, ребята, ребята, я не хочу, не хочу с вами дружить. Я пытаюсь убежать, но здесь тупик, друзья. Тсс, дрисните. Так, у меня чуть-чуть хп осталось. Вот это неожиданно, на самом деле. Куда бежать-то, твою мать? Да. В общем, вот такая вот обучалка. Теперь мы уже спамнимся в рандомном месте. Ну, понятное дело, что зомби выскочили по скрипту. Просто потому что обучение закончилось, и пора уже в настоящую жизнь, так сказать, переходить. Блин, но, честно говоря, мне не нравится вот этот вот зомби, который возле меня ошивается. Так, ладно, давайте встаём. Я уже вижу какой-то лут. Давайте сначала, наверное, спустимся сразу же в подвал. Может быть, там мы найдём какое-нибудь вооружение. Там, кстати, то ли магазинчик, то ли ларёк. Ой-ой-ой, миниган, друзья. Вот это неплохо. Дробовик, миниган. Тут мы можем поспать. Смотрите, вот как раз-то этот подвалчик мы будем использовать как дом. Так, берём патрончики к дробовику. Берём миниган, друзья. Чёрт возьми. Этот агрегат. Патроны к нему. Мы уже заполнили практически наш инвентарь. Так, и для дробовика мы патрончики тоже возьмём. Эти патроны для СМГ мы, наверное, оставим. Нет смысла их сейчас брать с собой, потому что у нас, собственно, пистолет-пулемёт никакого нет. Так, здесь мы можем засевиться. Даже есть верстак, смотрите, какой-то. Ну-ка, давайте посмотрим, что мы сможем здесь сотворить. Починка. И разобрать что-то, насколько я понимаю, мы можем. Так, но пока мы ничего делать не будем. Уж разбирать миниган какой-нибудь, я думаю, не стоит, друзья. Давайте вооружимся, наверное, дробовиком. А на второй слот мы засунем миниган. Но пока его использовать не будем, скорее всего. Или, может, попробовать, блин. Так, дальше, ну, предлагаю засевиться, собственно. Почему бы и нет. Раз такой расклад неплохой, друзья. Севимся. Давайте ещё проверим вот этот вот шкафчик. Может, там что-нибудь полезное. Есть пистолет, кстати. Тоже неплохо. И там, смотрите, даже какой-то голографический прицел или что-то вроде того имеется. Два патрона, правда. Пистолет мы, наверное, пока что сложим в какой-нибудь ящик. Давайте вот сюда засунем пистолет. Не буду я его с собой найти. Мне кажется, мы сейчас массу всего другого интересного найдём. Так, вот пистолет и патроны для СМГ. Пусть там полежат. Мы пока вооружимся дробовиком. И давайте нададим по щам тому зомбаку, который там разгуливает чумошник. Смотрите, туман, кстати, на этот раз. Так, дробовик вооружаемся. Братишка, ты где? Мне показалось или сверху кто-то шёл? Видимо, показалось. Куча тут барахла валяется, друзья. Так, вот он. Вот он, ублюдок. Давайте целимся. Стреляй! Два выстрела. Получили мы репутацию, друзья. И посмотрите, какие шмотки я обнаружил. Теперь я хиппи. Это идеальная одежда для меня. Теперь у меня нет никаких залысин, друзья. Я прекрасен. Смотрите. Великолепная просто одежда. Тут есть и шмотки, оказывается. Так, снова вооружаемся дробовиком. Ну что, давайте вот сюда вот, что ли, спустимся. Правда, в самом деле я уже переполнен, перегружен. Так что надо, наверное, отнести всякий хлам. Вот это вот что такое? Это, кстати, автомат, по-моему, с игрушками. Ну-ка, интересно, что там внутри. Пакетики с кровью, лоу. И для того, чтобы этот пакетик с кровью получить, нужно посмотреть рекламу, друзья. Видимо, там какой-то рандомный предмет обычно за просмотр рекламного ролика. Так, ладно, давайте возвращаться в наше жилище. Сюда закинем всякого барахла, что я набрал. Так, ну, во-первых, одежда. Мне кажется, нам она вообще не пригодится. Тут, кстати, у каждой шмотки есть разные свойства. Смотрите. Например, 10% вот этот вот костюмчик ускоряет у вас. А вот что делает одежда хиппи, я пока что не совсем понял. А, вот, смотрите. 25%... Ну, я не знаю, что это за иконка. 25% крутости, предположим. Я не знаю, друзья, что это за иконка. Какие-то темные очки. Так, ну, щит, наверное, защита. Потом защита от пуль, возможно. Я, вон, вижу, пуля какая-то. Вес также указан. Так, что мы сюда засунем? Батарею, наверное. Пока что фонарик у нас не сел. И пакетики с кровью я тоже взял. Давайте, наверное, одну штучку. Так, нет, не две. Одну штучку переложим. И теперь вооружимся миниганом, друзья. Попробуем пошмалять минигана. Немного я места освободил, блин. Но инвентарь все-таки маленький у нас. Надо, видимо, какой-то ствол все-таки оставить. Давайте оставим дробовик пока что. Я думаю, мы им пользоваться не будем. Давайте его засунем. Так, и куча патронов у нас, кстати, для дробовика. Давайте положим все. Зато освободим наш инвентарь. Да, вот уже получше. Так, все, погнали. Посмотрим, что там еще в округе у нас осталось. Вооружаемся миниганом. Тут зомбаков вроде как немного, только один ошивался. Больше я никого на самом деле-то и не вижу. Вот он, кстати, валяется до сих пор. Так, во, аптечечка, друзья. Бинт там также я вижу. Какой-то марлевый, наверное. Кусочек пиццы, кстати, даже два куска. Забираем ствол. Тоже неплохо. Там патронов нормич. Давайте тогда сразу вооружимся. Вот так вот сделаем. Снова возьмем миниган. Он, смотрите, даже уже сразу раскручивается. Прямо на ходу. Но давайте спустимся вот сюда вот. Я не знаю, что это. Может быть, действительно метро? Так или нет? Да, метро, кстати. И мы, смотрите, можем куда-то переместиться. Судя по всему, на другую линию за час, друзья. И тут описаны расходы. Плюс еще батарейка нужна. Так что пока что, я думаю, с этим надо повременить. Так, снова миниган. Давайте лучше до конца изучим эту локацию. Здесь в окрестностях побегаем. Вон там что-то валяется, например. Уже сейчас. Так, это что такое? Торговый автомат. Так, здесь мы можем купить батончик. Смотрите, кусочек ткани. Какую-то еду. И также маленькую аптечку. Вот как раз для чего здесь и нужны монетки. Так, окей. Давайте пройдемся дальше. Возьмем миниган. Так, вот еще какой-то ящик. Мусорное ведро, по-моему. Посмотрим, что там. О, тортик, друзья. Отлично. Тортик, это неплохо. Ах ты чмо. Так, пробуем. Ну, работает отлично, конечно же. Блин, но меня закоцало. Тублюдок. Он загорится вообще или нет? Да, загорелся. Давайте подождем, пока он потухнет. И можно здесь пройтись. Вон монетку я вижу. Блин, неожиданно он со спины подошел, конечно. А это что, яблочко, кстати? Костер. Ой-ой-ой, дама какая-то. Крупная достаточно идет. Стреляй, стреляй, мужик. Стреляй, быстрее убивай. Так, нормально. Радражает то, что он сам оружие убирает. Порой. Очень часто это делает. После каждого его действия даже, по-моему. Так, тут ткань. У этого зомбака. Давайте возьмем. Вот, смотрите, оружие снова пропало. И поэтому, когда эта баба сумасшедшая на меня побежала, мне пришлось два раза нажимать. Так, ой-ой-ой, пистолет с лазерным целеуказателем, друзья. У меня уже куча стволов, на самом деле. И вот такой вот молоточек. Так, все, мы переполнены полностью. Да, мы не можем ни молоток взять, ни пистолет. И монетка, наверное, тоже не влезет. Хотя нет, две монетки влезло. Ладно, нормально. Ну, хотя бы монетки. Так, и там костер какой-то был. Смотрите, можно погреться, возможно. Вот эта вот зомбячка здесь отдыхала, судя по всему. Смотрите, стульчик какой-то. Что происходит? Не знаю, что здесь написано. Так, ну мы согреваемся здесь. Получаем эффект. Уж не буду рисковать и пробовать наступать на этот костер. Так, давайте, наверное, захиляемся. Раз у нас имеется, по-моему, аптечка или нет. Аптечки у нас нет, да? Так, ну мы не истекаем кровью, так что, наверное, переливания делать не будем. Попробуем бинт. Нет, бинт тоже, наверное, не стоит пробовать. Кровью мы не истекаем, и это не имеет просто смысла. Так что, наверное, нужно возвращаться на базу. Там применять аптечку. Главное не заблудиться, друзья. Но если что, у нас есть также карта. Там что-то я видел блестело. Тут куча, на самом деле, всякого барахла. Но надо возвращаться сейчас именно домой. Там вон на дороге что-то валялось, блестело. Так, давайте снова перемещать все барахло. Во-первых, пистолет, наверное, тоже сюда закинем. Патронов уже не так много осталось на миниган, на самом деле. Так, еду, кстати, можно съесть. Давайте сожрем. Также восстановили немного жизни, судя по всему. Или тут все автоматически постепенно восстанавливается? Пока что не уверен насчет этого. И психическое состояние у нас вообще улучшилось. Да, автоматически жизнь восстанавливается. Если вы, конечно, не стекаете кровью, например. Так, тряпки нужно тоже сложить сюда. Блин, зачем я закрыл вообще ящик? Давайте пока сложим тряпки. Из них, по-моему, можно бин сделать или что-то вроде того. Поместить все. Все это закидываем так же. Ну, блин, не знаю, может быть и стоит один пакетик с кровью с собой носить, на всякий случай. Один бандажик. Да, вот пиццу мы сюда засунем. Надеюсь, она не протухнет. Так, все, засунули. Все-таки много места занимает миниган, как вы видите. Ну и не знаю, можно заюзать аптечку, а можно просто здесь отдохнуть немного. Тем более сейчас ночь. Давайте посмотрим, как здесь работает отдых. Так, сколько спать мы тут можем выбрать? Часик поспать можно, но, смотрите, желтая шкала практически опустеет. А, это не часик, это 10 часов, да. Вот здесь вот часик, два. Ну, я думаю, нормально будет поспать где-то часика четыре. Как раз под самое утро мы выберемся снова наружу. Так, вот теперь можно покушать, перекусить пиццей, например. Зато мы восстановили полностью жизни. Так, перекусываем и восстанавливаем потихонечку энергию. Давайте еще, наверное, кусочек съедим. Наверняка мы кучу еды на самом деле найдем. Так что, я думаю, можно и второй кусочек пиццы съесть. Так, ну и все. Давайте засейвимся, на всякий случай. И можно еще выйти немного залутаться. Вот, теперь светло, все видно. Правда, до сих пор это туман гигантский. Вот, смотрите, вот этот вот ящик издалека я видел. Вроде зомбаков нет. Тут еще один пакетик с кровью. Так, ну возьмем. Мне кажется, пригодится. Пока что я только по одному зомбаков встречал. Может быть, наткнусь на рой. Или хотя бы на несколько. Так, тут в некоторые дома вроде как можно заходить. Вот снова помоечка, друзья. Есть тут кто-нибудь? Надо все-таки осторожнее. Там руда, по-моему, какая-то. Или что это? Мешок. Это мусор тоже, да? Так, ну давайте все по порядку сначала. Ведро мусорное. Ну, смотрим. О, в общем, пока что бомжуем, друзья. Собираем всякую еду. Из помойки. Нормально. Кусочек тортика. Так, здесь у нас еще в чемодане. Батареечка, смотрим. А, это не батареечка. Это у нас энергетический напиток. Вот это уже хорошо. Так, и один бандажик. Мы сейчас быстренько опять заполним весь инвентарь. Так, это джем какой-то. Куча еды у нас теперь есть. Это отлично, конечно. Шприц, кстати. Так, ну давайте сначала вот эту вот сумочку посмотрим. Здесь у нас один патрон для пистолета, друзья. Ну, ладно, давайте возьмем. И все, мы снова заполнили наш инвентарь. Да, даже шприц, смотрите, не умещается. Возможно, это из-за одного патрона. Блин, может выкинуть этот патрон? Все-таки один. Если бы там хотя бы полный магазин, лучше шприц возьмем. В любом случае, мы, конечно, сюда вернемся и залутаем все остальное. И зомбаков действительно пока что очень мало. Видимо, на начальной локации здесь достаточно саевого. И особо не наткнуться ни на каких зомбей. Так, вот мы изучили новую локацию. Ладно, но не будем уже туда двигаться, наверное. Там вот, смотрите, заправочка какая-то имеется. Давайте снова, наверное, направляться обратно в наше убежище. И будем на этом заканчивать. Друзья, если вам понравилась игра, пишите об этом в комментариях. Так, давай, залезай. Или вы хотите предложить какую-нибудь другую игру на андроиде, тоже пишите в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.